В главной роли кинокартины «Загадочная гора Приморского края», а точнее мифы и легенды, которыми окружили ее люди. Здесь и рассказ о белой женщине, якобы пугающей туристов, и о настоящем драконе, который будто бы парит над горой, и даже о летающем пиджаке. Перед съемками режиссер изучил множество научных материалов, связанных с этими легендами, и пришел к выводу, что все это псевдофольклор, и у каждого мифа есть свой автор. Моя заслуга в том, что я все это объединил в один фильм и не столько рассказал этих мифов, сколько развеял их. Идея документального фильма возникла после первого похода на гору Пидан. Тогда Артур впервые услышал связанные с ней легенды и заинтересовался. Да так, что стал исследовать тему глубоко. 20-минутный фильм создавал на протяжении трех месяцев. Это время ушло на монтаж, интервью с учеными-археологами, запись закадрового текста и на графику. Примечательно, что в фильме Артура практически нет заимствованных кадров. Режиссер все делал сам. Вместе с Артуром над фильмом работала целая команда. Каждый выполнял определенное задание. За весь поход я сделала около тысячи фотографий. Для себя в соцсети выложила я около 300. И из этого всего количества Артур для фильма отобрал штук пять фотографий. И они вошли именно уже в фильм. В легендах Пидана даже есть своя актриса, которая сыграла роль призрака белой женщины. Снимали в студии в нашей, в медиа-центре, на хромакее. А потом подставляли? Потом, да, все это подставляли. Для съемок белой женщины пришлось шить специальный костюм. Это тоже команда делала собственноручно. Буквально за пару дней до съемок ломается швейная машинка. Она зажевывает ткань. Срочно в ночь приходится искать по знакомым такую же ткань. Сшить до утра на руках. Дошивали прямо тут. Свой первый фильм Артур снял еще в 15 лет. Сегодня в копилке студента их пять. Один из которых полнометражный художественный. Молодой режиссер останавливаться не собирается и строит грандиозные планы. Летом 2017 года я планирую масштабную экспедицию по Приморскому краю с целью запечатлеть достопримечательности Приморского края. Я хочу сделать серию документальных фильмов о таких достопримечательностях. Легенда Педана станет отправной точкой для дипломного проекта студента. Преподаватели уже отметили профессионализм его киноработы. Это очень достойная работа, потому что с разных точек зрения. С точки зрения операторского мастерства, с точки зрения звука режиссуры, с точки зрения постпродакшена, то есть цветокоррекции. С точки зрения режиссуры, наконец, и сама работа над материалом. И то, каким образом был выстроен в итоге фильм, это уже достаточно зрелая работа. Кинокартина молодого режиссера уже есть в свободном доступе в интернете. К тому же, с этой работой Артур планирует участвовать во всевозможных конкурсах и фестивалях. А совсем скоро «Легенды Педана» можно будет увидеть и на Восьмом канале. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.